Громкая отставка в британском правительстве. Министр обороны ушел с должности из-за того, что 15 лет назад потрогал журналистку за колено. Почему этот проступок стоил Майклу Феллану должности и кто заменит его на посту? Светлана Чернецкая из Лондона. Это совершенно неожиданная отставка. Из всех историй о сексуальных домогательствах в британской политике это едва ли не самое безобидное. 15 лет назад депутат консервативной партии Майкл Феллан несколько раз попытался положить руку на колено журналистке за ужином. Сама Джулия Хартли-Брюер о том инциденте вспоминает со смехом, мол, пришлось пригрозить ударить по лицу, если не прекратит. На этом инцидент тогда был исчерпан. Но похоже, это не единственный проступок Феллана и он боится дальнейших разоблачений. В кулуарах парламента давно поговаривают о пристрастии Феллана к спиртному. Мол, выпив, он становится другим человеком. Три года назад ходили слухи, что будучи на веселе на одной из партийных вечеринок, он обозвал журналистку Бриони Гордон шлюхой. Культура поведения изменилась с годами. То, что было допустимо 15-10 лет назад, явно неприемлемо сейчас. В прошлом я вел себя в некоторых ситуациях неподобающим образом. И это не соответствует современным стандартам вооруженных сил. Поэтому считаю, было бы неправильно оставаться министром обороны и требовать от военных высочайших стандартов, когда мне самому это не удавалось. Очень вероятно, что это конец политической карьеры 65-летнего Майкла Феллана. Политика с огромным стажем. Он был замминистра еще в правительстве Маргарет Тэтчер. И его считали возможным преемником Терезы Мэй. Премьер уже назначила министром обороны близкого соратника восходящую звезду британской политики. Это 41-летний Гэвин Уильямсон. У него нет министерского опыта, как и опыта военного. И для многих это назначение стало очень неожиданным. Тем временем угроза отставки повисла над Дэмианом Грином, вторым человеком в правительстве после Мэй. Он тоже пытался ухватить молодую женщину за колено несколько лет назад, а потом послал двусмысленное сообщение. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер.